Российским студентам в Британии предложили вернуться домой. Россотрудничество, это государственное агентство, запустило проект Highly Likely Welcome Back или Пора домой. Цель этого проекта создать условия для возвращения российских студентов из Великобритании и других стран, которые, цитирую, проявляют недружественное отношение к России. Тем, кто откликнется на призыв, обещает помочь продолжить обучение в МГИМО или же устроиться на работу, ну, например, на Дальний Восток. Посольство же Великобритании в России говорит, что Соединенное Королевство, как всегда, очень рада принимать россиян, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса и беспокоиться им не о чем. О том, как чувствуют себя в Британии и хотят ли вернуться обратно в Россию, откликнувшись на предложение Россотрудничества, сами российские студенты узнавал мой коллега Алексей Калмыков. Я не думаю, что внешнеполитическая ситуация как-то сказывается на конкретно отношению к русским русскоговорящим студентам Великобритании. Поэтому я не согласен в какой-то степени с русскими чиновниками. Но в то же время присутствие компании, точнее, инициативы, которая позволяет вернуться, это довольно позитивно, мне кажется, в нововведении. Поскольку я уже заканчиваю свой бакалавриат, для меня это, возможно, не актуально. Но если говорить о других студентах, которые сейчас на середине своего обучения, мне кажется, что могут возникнуть некоторые сложности, потому что очень отличаются программы, и, возможно, потребуется очень много времени на адаптацию, что, конечно же, может сказаться на их отметках. Я в Великобритании уже седьмой год, уже привыкла. И закончила школу, дай бог, докончила университет в следующем году, поэтому, наверное, возвращаться было бы как минимум неблагодарственным и сейчас. И, во-вторых, я ни разу за это время не испытывала на себе каких-то недобрых, ненавистных взглядов, поэтому все всегда хорошо относились, вежливо улыбались, вот, поэтому все мирно, спокойно, вполне безопасно. На личном уровне ты не чувствуешь какого-то негатива к русским людям, это только на политическом. Вот, и даже в университете, у нас университет, Лондонская школа экономики и политический наук. И мы, конечно, все обсуждаем эту политику, но она не касается нас лично. И, наоборот, в Англии очень хорошо действует закон anti-discrimination, против дискриминации. И к этому серьезно относятся, так что такого я не ощущала. Но на данном этапе я не почувствовала никакого изменения в отношении моих одногруппников или преподавателей ко мне в институте. Никто не говорил на эту тему, не спрашивал никак, как будто ничего не было и не происходило.